Добрый день уважаемые коллеги, это обзор рынка компании Тикмил и сами я Артур Изятуллин. С каждой новой порцией данных по американской экономике инвесторам приходится свекаться с мыслью, что после триумфального второго квартала новые победы будут даваться сложнее. По вчерашним данным заказы на средства производства не включили авиационную продукцию, это показатель, хоть его важность здесь показана как низкая, но в свете заинтересованности инвесторов о том, как развиваются планы компании по инвестициям в основные средства, показатель у нас становится важным. Как видите, он у нас снизился в августе 0,5%, хотя прогноз был положительный, таким образом он у нас обрывает положительный тренд четырех предшествующих месяцев. Переутомление производства на сектор из-за тарифов вновь привело к неприятному разрыву между экспортом и импортом, это было отражено вот в этот показатель по торговому балансу, но, как видите, торговый дефицит США снова у нас увеличился по сравнению с прошлым месяцем. И это говорит о том, что оба этих показателя, как и по капитальным уважениям, так и по торговому дефициту, они у нас сделают свой вклад в ВП, который будет отрицательным, поэтому сейчас начинается уже пересмотр прогноза по совокупному выпуску на третий квартал в сторону понижения. Темпы экономического роста США остаются комфортными пока что как для ФРС, так и для фондовых инвесторов, но горизонт оптимизма стремительно сужается. В рядах инвесторов вроде как должно расти беспокойство, растущая нагрузка на компании из-за удорожания кредита, с одной стороны, завышением показателя цены акции на прибыль, с другой, особенно на фоне слабых перспектив роста. Обычно, когда показатель цены акции, деленной на прибыль, у нас низкий, то акция считается недооцененной, нужно покупать и наоборот. ФРС подняла ставку в среду в третий раз в этом году и представила у нас график менее членного ФРС, то есть ДОТ ПЛОТ с более истребительным уходом. Если мы посмотрим на то, как изменяется медианный прогноз, то видно, что по сравнению с июльским заседанием, например, для декабрьского решения о процентной ставке уже 12 чиновников считают, что ставку нужно повысить до уровня 2.375 против всего лишь 7 чиновников, которые высказали за это в июле. Также вот и по этим показателям можно посмотреть, что все больше чиновников склоняется в пользу того, что ставка должна расти более высокими темпами, поэтому можно считать, что этот график, ДОТ ПЛОТ у нас в сентябре выше с более истребительным уклоном. Но ФРС Павлу предупредил, что не стоит ориентироваться сейчас на прогнозы ФРС, как и по ВВП, так и по инфляции, включая также то, как чиновники видят траекторию повышения ставки, так как они справедливы исключительно для текущего положения, то есть на основе текущих данных. Как я уже сказал, заказы на средства производства у нас снизились, в частности основной вклад был внесен за счет снижения спроса на электронику и транспортные средства. В июле у нас показатель рост, в годовом выражении он прибавил 7,5%, учитывая, что оптимизм американских фирм сейчас находится на многолетних максимумах, отчасти стимулированной налоговой реформой. Снижение показателей, скорее всего, окажется временным, по крайней мере, это текущая оценка данных, которые вышли в августе. Но неприятная осадка, конечно же, у нас остается от этого замедления. Заказы на товары длительного пользования, это со стороны потребителей, показатель у нас вырос на 4,5% в августе, как видите. Произошло это благодаря росту доходов населения и хорошей динамике зарплат. Торговый дефицит, как я уже сказал, вырос. Конечно же, вклад внесли снижение отгрузок, снижение экспорта еды, кормов, а также напитков. Также данные, вероятно, отражают возврат отгрузок соевых бобов в Китай, которые увеличились перед ведением новых тарифов, продажи промышленных изделий и автомобилей за рубеж также снизились в прошлом месяце, что было компенсировано ростом экспорта потребительских товаров. Что касается импорта, то он в прошлом месяце вырос на 0,7%, отражает попытки, скорее всего, ритейлеров нарастить товарно-материальные запасы перед усилением торговой напряженности и также отражает общий рост потребления в США. Создать положительное впечатление в американской экономике вчера помешали данные по рынку недвижимости США. Это один из секторов, который является одним из тормозящих для экономики США. Он у нас демонстрирует замедление. Вчера показатель контрактов на недвижимость снизился на 0,8%, как вы видите. Это было месячное изменение в годовом выражении, он также продолжил снижаться. Это показатель у нас является лидирующим и говорит о том, как изменятся показатели продажи домов, уже конкретно высших в следующем месяце. В июле и в августе наметилась слабость спроса на жилье, что отразилось на ценах на недвижимость. Если посмотреть индекс цен, то видно, что в этом году у нас рост незначительными темпами по сравнению с прошлым годом, а вот здесь наметился четкий тренд к снижению, начиная примерно с мая этого года. Застройщики у нас отреагировали незамедлительно. Здесь можно видеть затраты на строительство. Они у нас снижаются в этом году. Вот здесь они даже у нас достигали отрицательных значений. Это еще один показатель, который свидетельствует пользу замедления темпов роста рынка недвижимости. Что касается самого показателя контрактов на существующее жилье, он у нас с начала этого года находится в отрицательной территории, то есть говорит о том, что будущие показатели по продажам жилья, они у нас будут устойчиво снижаться. О чем это говорит? Ну, прежде всего, это неуверенность в будущих доходах у потребителей США, а также тяжесть кредитных условий, ну, по мнению вот ипотечных заемщиков. С другой стороны, это эффективно сдерживает развитие надувания пузыря на рынке недвижимости, что обычно характерно для экономики фазы расширения. Что касается прогнозов ПВП от официальных органов, если во втором квартале вот снижение торгового дефицита у нас добавило 1,2% к ВВП, то растущий дефицит сейчас, как вот у нас данные показывают, за август, они должны отрицательно сказаться на совокупном выпуске за третий квартал. Поэтому Федеральный резервный банк Атланты, когда у нас выпускает прогнозы, ему пришлось урезать прогноз по ВВП с 4,4% до 3,8% для третьего квартала. На заседании ФРС в среду регулятор повысил прогноз ВВП с 2,8% до 3,1% для 2018 года. Основными драйверами, естественно, стали налоговая реформа и здоровые темпы роста оплаты труда. Что интересно, вот тарифы, если считать, что их действие будет как-то отсрочено, проявится чуть позже, то, возможно, оно как бы по идее должны проявить себя, отразиться на ВВП, на прогнозах ВВП на следующий год. Но не тут-то был прогноз ФРС по ВВП за следующий год, он у нас увеличился даже до уровня 2,5%. Прошлый прогноз у нас был 2,4%. То есть напряженность во внешней торговле, по мнению ФРС, практически не затрагивает сейчас перспективы экономики. Долгосрочный уровень роста ВВП составляет всего 1,8%. Это очередной камень в огород в сторону Трампа, который надеялся увеличить продуктивность и рост американской экономики за счет налоговой реформы. Содерживание инфляции через повышение ставок, которые сейчас ФРС проводит, возможно, не позволит американским фирмам переносить давление со стороны роста, со стороны издержек, точнее, и зарплат на конечные цены. Значит, справедливость текущей рыночной оценки компаний, она может у нас вызывать сомнения, так как прибыли компании ограничены, а издержки будут расти, если считать, что на рынке труда наблюдается дефицит, рабочие силы, и если предполагать, что цены нефти будут продолжать расти, то это, конечно, будет оказывать напряжение на американские, оказывать давление на американские компании. И поэтому в следующем году, возможно, сейчас начнется пересмотр прогнозов по прибыли, а это значит, что цены акции американских компаний, возможно, начнут постепенно откатываться. Пауэлл в своих комментариях обратил, наконец, внимание, даже обратил, можно сказать, обратил вовремя свое внимание на перекупленность на фондовом рынке, однако сделал это крайне осторожно в своей речи. В среду он отметил, что цены по некоторым активам приблизились к верхним границам исторических максимумов, намекая, что дальнейшее продолжение ралли может всерьез обеспокоить регулятора. Пауэлл постарался выглядеть максимально нейтральным на заседании, однако изменения в формулировках ФРС в заявлении, то есть в соответствии с бычьими ожиданиями рынка, ненадолго обеспечит доллар бычьим импульсом. Вот сегодня можно заметить, что доллар у нас уступает по всем фронтам, индекс доллара у нас вырос на целых 0,22%, но, на мой взгляд, это продолжится недолго, так как в экономические данные постепенно вкрадывается слабость, то здесь, то там, и поэтому, учитывая прогноз по пересмотру ВВП в сторону понижения, замедления рынка недвижимости, все-таки, если рассматривать миропару, евро-доллар у нас должно сформироваться некоторое дно на уровне 1.1550, 1.15, с которого будут формироваться основы для разворота пары наверх. На сегодня на все, спасибо за ваше внимание, увидимся с вами в понедельник.